В Тверской области поддержали всероссийскую акцию «Елка желаний». На этот раз в роли исполнителей чаяний юных тверичан выступили некоторые депутаты областного парламента и Тверской городской думы. О чем мечтают школьники в сюжете нашего корреспондента Натальи Федоровой. Проект «Мечтай со мной», в рамках которого организуются «Елки желаний», исполняет заветные мечты детей в возрасте от 3 до 17 лет. На этот раз повезло 11-летнему Даниле, он получил подарок, о котором давно мечтал. Акция направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, оставшиеся без попечения родители и дети из малобеспечных семей, смогли получить внимание, ощутить атмосферу праздника и реализовать свое заветное желание, получить тот подарок, о котором они мечтали. Пусть у ребят сбываются их желания, может быть у тех ребят, у которых не все есть в этой жизни, так скажем мягко, пусть у них будет возможность поиграть в любимую игрушку, о которой они мечтали. Надеемся, что они, конечно, будут это совмещать приятное с полезным, как говорится, делу время, потехе часа. Депутаты «Единой России» уже несколько лет принимают участие в новогодней благотворительной акции. На этот раз подарки вручались в торжественной обстановке в стенах городского парламента. Народные избранники Дмитрий Нечаев и Юрий Ануфриев приобрели и вручили Даниле Разумееву из Твери компьютерную игровую приставку. Именно такой подарок пожелал сам мальчик. По его словам, он давно мечтал об игровой консоли. Мы рады, что нам удалось чуточку внимания оказать и радости Даниле, ученику 46-й школы, в сбытии его желаний. Поэтому это правильное направление. Конечно, это способствует более консолидации общества, и в том числе поддержке самых наших незащищенных слоев населения, это наших детей. К слову сказать, желания у ребят были самые разные. Это и музыкальный инструмент, и цифровая техника, а кто-то и вовсе захотел попробовать себя в роли машиниста поезда. Проект будет длиться до 28 февраля 2024 года. И, как знать, может быть еще кому-то удастся притворить свою мечту в реальность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова